Всем привет! С вами Дарья Мягких и я рада приветствовать вас на своем канале. Я решила продолжить свою рубрику скраб и вышивка и сегодня мы будем тонировать канву. Ну как тонировать? Не столько тонировать, сколько делать ее узорной. Итак, предыстория. Залезла я тут в Винет в поисках определенной расцветки канвы и наткнулась на интересное предложение от наших производителей. Тонированная канва. Ну и причем не в том смысле, что у нее края там другого цвета, а в том, что на ней нанесен рисунок. Были там ожидаемые снежинки, в общем-то, Цвайгард давно такое выпускает, но наряду с ними были цветы и бабочки, звездочки, ну и очень многое что другое. И мне подумалось, что это очень интересная концепция с большим потенциалом, особенно для скраберов, любителей штампов, коим я являюсь. И захотелось мне одну идейку реализовать. Связана она была вот с такой схемой от Екатерины Серегиной. Я увидела отшив и просто влюбилась, и даже не столько в хомяка-бурундука, хотя он, конечно же, хорош, сколько в ягоды. И вот в этот контраст с канвоем руки чесались его начать прямо вот сейчас. Причем хочу вам все-таки показать, насколько важен правильный подбор основы. Вот так схема выглядит в магазине у Екатерины. Как видите, мотив изображен на бежевом фоне. На мой личный взгляд, голубой выглядит куда более выигрышно. Но нисколько не критикую Екатерину, я понимаю, ей было важно показать и белый снег, в которой есть в схеме и голубые снежинки, а на бежевом все эти детали очень хорошо видны. Вот холодные оттенки канвы в отшиве придали работе невероятную яркость и аппетитность, из-за которой я, кстати, схему-то и купила. В общем, я решила шить парня на сером фоне. Во-первых, потому что небесной канвы у меня в наличии не было. А во-вторых, потому что я люблю серый. Да, я люблю серый. Но не просто на сером, а на снежно-сером. Сейчас я вам все поясню. Было у меня два варианта основы. Аида 18-го каунта и Мурана 32-го. И решила я достать свой арсенал скрапера и провести эксперимент. Смысл его заключался в следующем. Берутся штампы и архивные чернила. Для нескраперов, я объясню, это такие чернила, которых вода не берет, медные трубы не берут, ну, в общем, время не берет. Ничего, в общем, не берет своего рода такой, знаете, перманент. Ну, и в общем-то штампуются нужные картинки поверх канвы. Все это дело стирается и смотрится, что же будет в итоге. У меня в наличии были серые и белые чернила. Определить, архивные они у вас или нет просто. Наоборот, об этом обязательно должна быть пометка. На моих вот конкретно написано, что они waterproof и archival. Что касается штампов, то выбор был большой. Когда-то я коллекционировала многие бренды, и в загашнике у меня есть парочка раритетов. Здесь же я становилась на ностальгической классике, выбрав несколько наборов от фирмы Lanfon. Один из наборов, вот этот, Making Frosty Friends со снеговичками, был самым первым в моей последующей коллекции. Так что, в общем-то, люблю я его нежно. В общем-то, с планом действий я определилась быстро. Фоновый штамп будет у меня белым, а отдельные снежинки делаем серыми. Креплю я всю эту радость на акриловые блоки, и можно начинать. Первой на очереди была Аида. Как видите, в ней хорошо видны дырочки, ну, то есть, ткань-то фактурная по сути. Но, несмотря на это, отдельные снежинки, в общем-то, смотрятся неплохо. Проблема была в маленьких деталях. Чем меньше был рисуночек, тем больше он сливался на конве, и в конечном итоге превращался просто в какое-то серое пятно. Но веселее всего было с белыми чернилами. Они не пропечатались от слова совсем. Я в какой-то момент даже подумала, может, они у меня засохли, все-таки, ну, столько времени прошло с покупки, и решила проверить. Достала крафтовую бумагу. Но нет, все, как видите, работало, и работало хорошо. Я вообще-то знала, что они с меловым эффектом, но все-таки рассчитывала, что их хотя бы будет как-то, ну, не знаю, заметно на Аиде. Но в реальности результат был, конечно, плачевен. Их просто не было видно. На очереди была Мурана. И уже с самого начала у меня был, как говорит мой муж, повод для осторожного оптимизма. Ткань более гладкая и однородная, а значит, оттиски на ней должны выглядеть более аккуратно и четко. И вот момент истины. Белый фон. Результат мне очень понравился. Дело в том, что белые снежинки были не яркие такие вот, вырви глаз, а очень деликатными, делали узор очень красивым. Убедившись после стежки, что все осталось на месте, я, в общем-то, решила переходить к крупным формам. От металла оставшийся отрез Мурана. Такой большой он мне нужен для того, чтобы пошить из него хранилище для елочных украшений. Ну, или гирлянд. Это будет либо мешок, либо короб, либо сумка на молнии. Ну, в общем, я пока не решила. Определилась я только с расположением схемы и конвей. У меня все будет в горизонтали. И еще у меня уже подобраны ткани компаньоны. Вот такой вот оранжевый хлопок. И, может, еще серый я однотонно достану для дна. Вместе с вышивкой, мне кажется, это смотрится просто бомбически. Ну, а пока пора заняться тонировкой. Действую я, как всегда, по традиционной схеме. Все штампуется по принципу от большого к маленькому. Сначала идут самые крупные, сниженища, а потом вся остальная мелкота и в завершении белесая метель. Вначале у меня была мысль сделать фон только до середины. Ну, то есть, до как бы земли на схеме. Но потом я подумала, что могу ошибиться в расчетах и сделать как-то вышивку не так. Ну, а еще потому, что когда низ отреза будет пустоват, поэтому решила гулять-то гулять, штампуем все. И результат был просто потрясающий. Единственное, что на камеру трудно передается вся его прелесть, но я сейчас постараюсь вам показать. И вот как получилось. Оставался последний затест. Мне очень хотелось посмотреть, как же это будет выглядеть с вышивкой. К сожалению, все рамы были заняты. Пришлось взять вот такие рамка пяльца и вышить хотя бы несколько крестиков. Так, сейчас я вам покажу, что же получилось. А вот и первый результат. Да-да-да, во-первых, я все-таки сгоняла и прикупила раму. Она от фирмы Гамма и размером 30 на 30. Очень удобная штука. Ну вот, люблю я больше на рамах вышивать. На секундочку обращу, кстати, ваше внимание на натяжку. Я не использую стандартные прищепки для боковой натяжки. Ну вот, я не знаю. Они у меня ничего не натягивают, а только снимаются, съезжают. И мне они не нравятся. Поэтому я использую вот такую нить. Я не помню, зачем и когда купленную мною. Но это просто толстая хлопковая нитка. Наверное, из таких, кстати, хорошо взять салфетки крючком. Ну, в общем, с помощью нее-то и получается вот такая замечательная барабанная натяжка. А для Мураны это особенно важно. Но вернемся к нашим крестикам и конве. Схема, ребят, огонь. Вышивается очень просто. Правда, в ней есть аж 6 блендов. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я так просто в восторге. Это же уже просто живопись с нитками какая-то. А главное, что бленды, на мой взгляд, делают работу вообще неповторимой. Так что я получаю невероятное удовольствие. Например, вот этот хомяк вышелся за 2,5 дня. А это на секундочку 38% работы и 2146 крестиков. Так что да. Скорость какая-то у меня была просто невероятная. Я по понятным причинам не буду вышивать падающий снег. За меня это сделает фон. Ну, так что мне здесь осталось, что снег, на котором он стоит, пара ягод и шарф. Все. Ну, а, ну да, еще и бэк для полной реалистичности. Вот такая зимняя история получилась у меня сегодня. Так что если зима вдруг не приносит снега, давайте делать его сами. О своем продвижении и итоги этой работы я буду вас знакомить в следующих своих видео. Ну, а на этом у меня, пожалуй, все. Хорошего вам всем настроения. Обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!